всем привет сейчас когда я записываю это видео нас 8 июля вот я хочу обратиться к такой рассказать так такой себя такой ситуации попросить помощи на поддержке если кто-то сможет вот объяснить в чем дело в общем если кто-то из вас но наверняка многие просто если у кого-то из вас была такая ситуация про который я сейчас расскажу то есть многие в основном пользуются у многих короче получают сами люди получают зарплату или родители у кого-то получают пенсию разные там пособия например вот например матери получают пособие для детей да потом инвалиды получают по инвалидности пособие то есть зарплаты пенсии социальные выплаты вот все это вот кто получает на через сбербанк на карту вот наверняка многие и вот скажите тоже напишите в комментариях потому что это интересно какая общая ситуация вот я сейчас расскажу про свою а вы тоже напишите про свое то есть вы получают вот пенсии вот у меня мама она получает пенсию и плюс еще у нее есть какая-то специальная социальные выплаты я точно не знаю какая от мэры москвы что лили что такое она получала всегда всю жизнь получала через сбербанк на карту сбербанка вот тоже вот а кто кто же получает кто тоже получает на сбербанк и были ли у вас вот проблемы тоже вот расскажите раз как если были проблемы про которые сейчас вот расскажу то как вы решилились они решились они не решились может быть вам кто-то помог или нет вот расскажите вот в общем и сейчас вот первый раз такой почему я еще записываю видео об этом говорю потому что такого никогда раньше не было это первый раз произошло и конечно же к таким вещам никто не бывает готов да ну то есть как бы от как ты предвидишь никак в общем в общем мама всю жизнь получала пенсию плюс еще дополнительный вот выплату да какой-то у нее там на карту сбербанка но вот в начале июля в начале вот этого месяца 2024 года там в сбербанке произошел какой-то сбой фига на и что там произошло короче и задержали многим задержали пенсию и или всякие выплаты я говорю я вот почитал в интернете про это многое то есть кто-то получает мать-единочка получают для детей пособие кто-то получает по инвалидности то есть разные то есть факт в том то что у сбербанка был сбой и всем кто получает на карту сбербанка им задержкой пришло или вообще не пришло или пришло но не тот не на карту а насчет потому что кабину у всех есть банки счет да и карта привязана к счету вот из-за сбоя пришли деньги или они вообще не пришли или они пришли но с задержкой или они пришли не на карту а насчет вот ну соответственно если они пришли на счет то можно на карту перевести собственно тут все просто вот но мама обращалась сбербанка она звонила как бы все такое и ей сказали такую ситуацию то что и и эти деньги вот почему я еще на видео так напишу действительно как есть остались без денег пенсии не пришла сбой произошел то есть у нас такая ситуация получилось то что как вот она звонила сбербанк обращалась вот и ей сказали то что из-за этого вот сбоя деньги пришли кому-то вообще другому вообще неизвестно куда и маме нужно брать телефон свой но куда у сбербанк онлайн привязан там до брать свой паспорт ну чтобы как бы доказать что это она все такое и идти лично выделение сбербанка чтобы все это дело там выяснили ей это все дело вернули ей вот она мне вот так сказал то есть она звонила говорила сама потому что как бы но своим голосом да она через тебя вот через своего телефона звонил и рассказывал и потом мне как бы объяснила что ей сказали вот то есть мете то есть ладно там если по мной пришло с задержкой или она пришло бы на счет можно было со счета на карту перевести но у нас получилось так что из-за вот этого сбоя какого-то там сбербанке вообще них неизвестно куда ты там кому-то вообще пришло вот то есть сбербанк он как бы мама должна прийти она выяснит все это и они сказали что они как бы смогут как бы ну эти деньги найти их как бы вернуть вот но вот у нас такая ситуация то что у меня мама давно сидит дома вот если вы не знаете то я я конкретно я как конкретно у нее диагноза нету потому что она уже много лет не было в поликлинике она уже давно не было врачей она много много и много лет назад я уже не помню сколько в общем выходила ей прописывали какие-то таблетки пить она пьет у нее там с щедовидной железой проблемы она плюс она любит выпить и алкоголь проблемы плюс у нее там со здоровьем и она у нее то жара она начинает то есть у нее много разных проблем и и психологических и по здоровью уже она пьет разные таблетки вот то есть я не могу конкретно сказать как у вас в общем какой диагноз у нее потому что она давно не было врачей в общем то есть ситуация такая то есть проще говоря она уже давно много лет сидит дома не выходит из дома потому что она просто по здоровью не может выйти и я хожу то есть я хожу в аптеку покупая лекарства я хожу в саму в магазин за продуктами вот она вот уже много лет сидит еще с тех пор как крана и то есть проще говоря как она и коронавирус начался она стала сидеть дома то есть многие годы она сидит и сейчас она тоже не может просто выйти она фрус сидит дома и псих из-за психологии и вот сложно вот подняться куда-то вот пойти то есть она просто вот как приковано то есть я-то хожу в магазин я мог и в банк пойти но в банке сказали то что нужно именно чтобы сама мама пришла то есть не нет такого вот почему я не могу прики взять ее паспорт и и телефон прийти в банк все это дело решить нет она должна сама прийти а что делать если человек вот не выходит из дома мало ли какие у кого причины может быть кто-то инвалид кто-то живет один кому-то некому помочь да вот например я у мамы я единственный человек который ей может помочь единственные но в банке сказали что не получается она должна сама прийти а если вот человек ну у разные бывают ситуации почему человек не может прийти до если человек не может сам прийти и что теперь делать получается вот реально грудь пенсии а мы остальна проще говоря остались без денег почему потому что пенсия мамина и вот это вот ее социальная еще выплата и это был всегда основной доход в нашей семье раньше когда я жил еще с бабушкой была бабушка но сейчас вот мы когда с мамой остались одни то это мамина вот у меня какие-то там подработки но это копейки на ютюбе я к тем более практически ничего не получаю сейчас я когда по определенным своим тоже по определенным своим причинам перестал делать видео на канале то у меня тоже у меня раньше были хоть какие-то донаты хоть какая-то помощь сейчас вообще вот донаты остановились практически вот последние два месяца практически все донатов нету то есть и сейчас вот еще такая проблема с пенсии все поэтому я вот и рассказываю вот эту вот ситуацию тоже может быть у кого-то такая же ситуация была что сбербанка многие пользуются вот я действительно вот хотел бы попросить у ребят вот кто может помочь поддержать в такой ситуации потому что действительно это был вот основной доход то что я я никогда официально не работал мне никогда опыта работа не было я безопытный вообще никогда опыта не было никогда не стажа не опыта ничего то есть у меня никогда не было официальной работы и какие-то у меня были я где-то подрабатывал но это было неофициально и из ютюба я тоже никогда не получал то есть я как-то конкретно даже никак не мог помочь семье, потому что у нас как бы была всегда пенсия, у нас был доход от родителей, да, и на этом мы жили, а нам ничего не надо. Мы обычно мало покупали, я вот хожу в одной и той же майке, в одних и тех же там носках, трусах, там, в одной и той же одежде я могу месяцами ходить. Да что месяцами? Годами. Постирал и ходишь дальше. Постирал и ходишь. А я в одном и том же ходу. Нам особо-то не деньги не нужны, ну, я имею в виду, мы особо ничего не покупаем. Единственное, что мы покупаем, это еду. На еду уходят в основном все деньги. И то мы стараемся экономить. Я сижу в основном, я не горячего, ни первого, ни второго, я нормального не завтракаю, ни обеда не ем. Сижу на бутербродах, на сухариках, на чипсах, и так вот уже много лет. То есть я и так стараюсь особо-то ничего не покупать, экономить, да. То есть вот мы все время как бы жили на эту пенсию. Это и социально вот эта вот выплата, которая у мамы еще есть. Это был наш основной доход. А сейчас получается, из-за этого сбоя в Сбербанке, мы остались, проще говоря, без денег. Ну, вот этот месяц июля, сейчас они говорят, что вроде в августе уже такого не будет, они это исправят. Вот. И в августе, может быть, они смогут... Я точно не знаю, мне мама передавала, я точно не знаю, как они сказали. Вроде бы они ей сказали то, что в августе они выплатят ей пенсию, которая должна будет там тогда прийти. И плюс еще, если они исправят вот эти их проблемы, они и выплатят то, что сейчас не пришло. Но это еще не точно, как вот она мне объяснила. То есть еще не факт. То есть я говорю, она вот должна сама идти туда, чтобы это все решить. Но вот она не может, понимаете, выйти по разным причинам. По здоровью, по физическому, психологическому. Я могу пойти, но мне не дают. Говорят, именно она должна сама прийти своим паспортом. Понимаете? Такая вот ситуация. То есть проще говоря, да. То есть почему, если у них там в этом сферном банке, блин, сбой, действительно, почему мы должны от этого страдать? Почему, если вот есть человек в семье, который может помочь, я, почему нет, нельзя? Должен именно тот сам прийти человек, который сам получает деньги, а я ближайший родственник, больше никого нету. Почему нельзя? То есть у них там сбой, а мы должны из-за этого сидеть без денег и страдать из-за этого. Получается. Так что вот, ребят, опять же, объясните, расскажите, если у кого такая ситуация была, вот, решили ли вы, не решили, как вы вообще с этим справились, или что у вас вообще, какая ситуация происходит. И тоже, если кто-то может помочь. У меня вот, я не могу, понимаете, по определенным причинам, вот, я не могу, то есть нам главное что? Нам главное оплачивать квартиру и покупать еду. Все. Больше у нас никаких потребностей нет. То есть, я не могу вам публично сказать наш код плательщика, да, по которому мы платим за квартиру. Я не могу вам дать публично, ясное дело, да, понятно почему. Код, карты, ну, номер карты, там мамин, все такое вот. Но единственный способ, как вы могли бы помочь, это вот у меня донат есть. У меня в описании каждого видео, плюс на канале у меня есть ссылки, как вы можете задонатить мне. И эти деньги, которые мне донатят, они у меня, ну, приходят как раз насчет маме. То есть у меня, я никогда себе ничего не брал. Все вот это вот у нас общий счет всегда. То есть и ей, то есть все, что я получал с ютюба, это все приходило ей. То есть к ее привязаны, вот. То есть, да, я себе, конечно, что-то откладывал, у меня свои какие-то цели, мечты тоже есть, как у любого человека. Я себе, конечно, что-то откладывал, какую-то часть, я не скрываю это, я об этом уже говорил, да. Но так вот в основном все вот эти деньги шли именно ей, вот. Поэтому, если вы вот, ну, сможете как-то помочь, то донат отправить по ссылкам, которые есть. Я, у меня нет никакой крипты. Меня спрашивали, крипты, биткоин, там какие-то еще там кошельки. У меня никогда ничего не было. Единственное, что у меня есть, это вот то, что на канале указано, это U-Money и донат Pay, это система. Вот. Так что, если сможете, пожалуйста, помочь, то вот только вот этот способ, если бы только вот донаты отправить, и это все, это к нам пойдет. Конечно, тут есть минусы свои, потому что с каждого доната идет процент. Платить надо. И плюс еще, когда ты вот эти донатные деньги у тебя переводятся на карту, еще процент берется. Но там маленький процент, всего 2%, но все равно. То есть, когда тебе присылают на донатную систему деньги, и когда ты их выводишь, то какой-то процент теряется. Конечно, выгоднее, если ты получаешь прям сразу на карту данную, по определенным причинам, знаешь, да, никому лучше не давать данные, никому ничего не говорить. Вот. А так вот нам главное просто вот хотя бы, ну, не знаю, помочь оплатить квартиру в этом, ну, с едой как-нибудь мы справимся, не знаю. Вот. Ну, по деньгам так, ну, не знаю. Ну, кто сколько может. Конечно, я ни в коем случае не хочу просить никогда. Да, ну, такая ситуация, понимаете. Опять же, мы в этом не виноваты. А мы, нам приходится вот кашу эту расхлебывать, так сказать, с этим дерьмом жить. В этом виноват этот банк. Они должны все исправить, вернуть. А мы-то тут при чем? Понимаете? Опять же, наш случай не единственный, как я уже говорю. Это вот в Сбербанке был такой тотальный сбой, поэтому я вот в интернете читал у многих такие проблемы. Но у кого была эта проблема, она решилась со временем. То есть пришло, но с задержкой. Но нам-то, я говорю, как вот мама звонила в Сбербанке и объяснили то, что нам вообще не пришло, потому что это пришло на какой-то другой счет, какого-то другого человека, понимаете. То есть у нас вообще вот такая жопа получается. Другими словами это не назвать. И у меня вроде только начало состояние мое поправляться. Ну, психологическое, внутреннее. И тут вдруг такая херня получилась. И все, и у меня опять все. Сразу я опять начинаю это. Ну, в общем, короче, понимаете, то есть только вроде что-то хорошее в жизни начинает происходить. И тут, бац, что-то плохое. Только вроде начинается, понимаете, да, как зебра. Черное, белое, черное, белое. У меня май был очень плохой месяц, я уже говорил. И в июне я вроде как-то начал, мне как-то легче начал восстанавливаться. А сейчас в июле опять вот такая вот хуня начинается. Ну, вот я бы, ну, просто, ну, без матных слов просто никак это не объяснить, ребят. Понимаете, такая вот хрень. Так что, пожалуйста, если кто-то может помочь, то, опять же, никогда, пожалуйста, не доверяйте никогда никакой информации в интернете. Вся информация есть у меня на канале. Потому что мне многие люди, ну, за все время спрашивали, что кто-то меня видел в одноклассниках. Я никогда в одноклассниках не был. Кто-то меня видел там где-то там в каком-то там магазине я работал. Так я никогда в тот магазин и в жизни не ходил. То есть люди в интернете много чего говорят. Я всегда говорю правду. Все, что как есть, это есть на канале. И ссылки, когда, как меня можно поддержать материально, да, это все есть на моем канале. Если вы увидите где-то еще какую-то информацию, это, скорее всего, неправда. Не доверяйте. Мне также говорили, что мне кто-то куда-то присылал деньги. А я вообще и знать не знаю про такой сервис. Мне какой-то сервис назвали, что мне типа туда прислали деньги. Я вообще первый раз в жизни слышу про это. То есть, видимо, кто-то вот нарвался на мошенника, вместо того, чтобы помочь мне. Он кому-то неизвестно отправил деньги. Поэтому, пожалуйста, если вы можете помочь, то будьте внимательны. У меня в описании канала есть ссылки. Это DonutPay, система такая, и YouMoney, ну, как Яндекс.Деньги бывшие. Вот это единственные два способа. Никакой крипты там и еще, как оно называется. У меня нету и не было никогда. Вот. Пожалуйста, если можете помочь, то именно только вот на то, что есть вот в описании канала. Все. Больше никуда. Если вы где-то связались, куда-то отправляли раньше деньги, думали, что отправляя мне, то, скорее всего, вы просто вас обманули тогда в том случае. Опять же, будьте внимательны. На канале все есть. Ну, такая вот ситуация. Не знаю, что там у них будет теперь. Вот. Ну, можно... Ну, я еще скажу. Опять же, я не знаю, как называется этот диагноз, но вот у моей мамы, у нее много-много лет, еще когда мы жили на старой квартире раньше, у нее еще тогда это началось. Ну, больше десяти лет назад это уже было. В общем, у нее такая тема, по-моему, это связано с щитовидной железой или с давлением. Вот у нее с давлением часто проблемы. Она вот иногда вот из-за давления просто вот сидит, даже встать не может. И у нее, видимо, из-за этого давления, я точно не знаю, у нее вот такая тема началась уже давно, то, что вот она может... Вот она идет и может просто на ровном месте взять и упасть. Это даже при мне было. Вот мы шли просто, вот когда еще на той квартире были, мы шли вместе, она там была у знакомого, было уже поздно, и она позвонила, попросила ее встретить. Потому что она как бы... Она боится выходить, просто она боится просто пойти и упасть, понимаете? Вот. Она меня попросила встретить ее, я пошел ее встретил, мы пошли вместе, и она при мне прям падает, я ее беру за руку. Понимаете? То есть у нее вот просто вот сама по себе вот она идет и ни с того ни с сего падает. Потом встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. И вот она из-за этого боится выходить, она боится ходить по лестницам, боится вообще куда-то из дома выходить. Мы бы могли пойти вместе в Сбербанк, я бы мог ее за руку подвести. Ну, тут у нее свои какие-то другие тоже есть проблемы. Я говорю, она просто вот... И психологические у нее проблемы, и у нее много чего. То есть, понимаете, она человек больной очень в этом смысле. Вот. Я бы мог ее за руку взять, но она не хочет. Она просто вот никуда не хочет, и не хочет, и не может, и у нее и одно, и другое, и третье. Но я же ее не могу взять насильно и подтащить. Как меня... Когда я был маленьким, я не хотел ходить в школу, меня насильно бабушка или просила кого-то там из знакомых, насильно меня брали на руках, тащили в школу. Реально было такое, да. Вот. Но я же не могу маму взять и потащить ее насильно в Сбербанк. Пошли выправление. Не могу. А так она не пойдет. Я бы мог с ней под руку пойти. Вот просто вот она вот сидит и все. И не может. А я вот... Мне не дают, потому что в Сбербанке говорят, что мама должна сама прийти. Понимаете вот? Ну, в общем, такая вот фигня. Хотел бы я записать подкаст, что-то позитивное сказать. Ну вот, видите, жизнь говно. Всегда жизнь говно. И всегда была говном. Все. Если бывает что-то хорошее, то оно быстро сменяется каким-то негативом. Если вдруг что-то позитив... Да, вот так и всегда бывает. Только вроде начинаешь варляться. Только вроде выправляться на что-то хорошее, на что-то надеешься, что ты пытаешься делать. Свет светишься, да? Что-то... Свет включается. И тут же тебе свет выключают. Тоже пытаются... Тут только пытаешься выйти куда-то. И тут же тебя пинком обратно загоняют за угол. Всегда так. Одно и то же. Одно и то же. Одно говно. Вся жизнь говно. В этот мир говно. Всегда так было. И всегда так будет. Мы тут в этом мире просто мучаемся. Живем. Вот и все. Да. Бог может нам помочь. Конечно, молитва. Бог. Но это все... Духовность. Это все... Он же тебя не прокормит. Деньги тебе же не пришлет. Не даст тебе поесть. Духовность. Она же тебя не накормит. Тебе же нужно физически есть. Чтобы физическое свое тело поддерживать. Но Бог, он же дает духовное. Он же не может тебе дать физические деньги. Он может. У него есть свои способы. Как? Но он дает нуждающимся. То есть, если вот тебе надо, действительно, и когда тебе надо, тогда вот он может дать. И то не факт. И то не всегда. Ну, опять же, я не буду сейчас говорить про религию. Просто многие верят. Кто-то верит, кто-то не верит. В общем, такая вот ситуация, ребят. Поэтому, пожалуйста, если кто-то вот сможет помочь. Как-то вот нам вот в этом месяце. В августе они сказали, уверили нас, что в августе придет та пенсия, которая должна будет прийти. Оно придет. Придет ли вот это июльское, неизвестно. Но чтобы сейчас исправить, нужно идти в банк. То есть, нам бы до августа как-то протянуть. Но сейчас июль только начался. Вот, жопа, короче, полная. Так что, хотелось бы мне на позитиве сделать. А получается вот такая фигня. Но тем не менее, все равно, я хочу закончить это видео на позитиве. Всем все равно пожелать всего хорошего. Не важно, какая бы у вас жопа ни была, пусть у вас эта жопа сменится на, ну, как сказать. Если жопа, то сменится на хорошее. В общем, если у вас что-то темное, оно сменится на свет. Если у вас холод, оно сменится на тепло. Не жару, которая убивает, а на хорошее, приятное тепло. Не холод, от которого ты дрожишь, мерзнешь, а приятный ветерок, от которого тебе хорошо. То есть, чтобы у вас, если есть какое-то вот плохое что-то, чтобы оно сменилось на хорошее. Если ураган, сильный ветер там сносит крышу домов, чтобы он сменился на хороший, приятный ветерок. До встречи. Надеюсь, мы еще встретимся, увидимся, спешимся. Всем всего хорошего.